всем привет сегодня получил посылку из штатов и хотел бы сделать небольшой обзор собственно этой посылки сразу скажу что это не в этом видео не будет полных обзоров собственной модели которая там лежит того чего вообще здесь лежит обзора вы не увидите поэтому если вы ищете обзор можете смело закрывать видео и в общем-то не ожидать здесь какой-то подробной информации что же я хотел бы рассказать это то что то как осуществляется доставка этого пакета и зачем это нужно вообще делать ну и конечно же я покажу что конкретно здесь лежит и в хобби радиомодализма я недавно поэтому я не имел большого опыта работы с вообще заказами такого рода поэтому для меня это в общем-то в новинку я хотел бы поделиться этим опытом с кем-то кто в общем-то будет сталкиваться с такими же проблемами вопросы которые задавал себе это были тоже будет и сколько времени я буду ждать посылку подобного рода подобных размеров да ведь это не просто письмо посылка довольно большая сколько я буду ждать какие гарантии что она придет как она придет то когда я делал заказ было несколько вариантов было несколько способов доставки конкретно этого этой модели выбор состоял из нескольких вариантов это был про юриде мэйл интернешнл используя службу юэс пиэс юнайтед стейс постов сервис также у этого у этой службы был второй вариант доставки экспресс мэйл также было еще таких же альтернативы к этой службе юэс пиэс еще бывали служба и у пиэс которая в общем-то стоимость доставки которой было в два раза дороже заказ 13 сентября этого месяца то есть этого года условиях значит предварительные оценки того когда эта посылка должна была быть у меня мэйл хоббис до магазин где я делал заказ делал оценку это в неделю доставки то есть 20 числа она должна была быть у меня по их оценке конечно же я не придал этого значения потому что учитывая мой опыт получения других посылок с штатов или же с китая обычно посылки менее пора меньше по размеру приходили от трех недель до месяца что же касается этой посылки я был невероятно удивлен тем как четко как вовремя пришла посылка действительно она пришла срок в неделю то есть заказав 13 сентября я ее получил сегодня сегодня у нас 20 сентября дальше я хотел бы сказать о тех проблемах которые я мог смог как с которыми я мог столкнуться заказывает определенный модель эта модель сумма которая в общем-то граничит с такой суммой которая у нас украине является предельной которая допускается таможней без пошлины следовательно у меня была опаска о том что модель может не пройти по этой сумме и из нее возьмут таможню возьмут пошлину шел поэтому хочу вот сразу рассказать про этот момент про этот нюанс в этом видео значит на посылке был приклеен конвертик в общем-то стандартного размера в котором был вот такой вот листик то есть он видит сразу его можно достать не раскрывая саму коробку а значит для чего это делается в этом конвертике лежит чек значит поднесу в общем этот чек содержит ту стоимость которую магазин выставляет клиенту но на самом деле если сравнить чек вот этот вот который лежит сверху который в общем-то идет со штрих-ходом который проверяют который идет со штрих-ходом который проверяется таможней здесь идет сумма указывается минимальная по заказу которое вообще говоря имеет место быть то есть фактурная стоимость указывается четко до цента на сайте вы указываете купон и этот купон скидывает вам 10 процентов от стоимости, то в этом чеке, в чеке который прикладывается вверх, на наружу, чтобы там можно видеть, указывается цена, что пожалуй о доставке собственно все. Теперь наверное покажу, что же внутри, что пришло. В первую очередь да, поскольку заказ был в магазине Эмин Хоббит, вот такую футболочку кладут. Интересная футболочка, сзади ничего, впереди их бренд. Так, ну это была всего лишь часть, самое главное здесь лежит больше. Вот такая вот коробочка, немного кто-то знает, что это. Да, где-то страшно. В общем, что случилось. Да, не думал, что мне пригодится ручка, я не знаю, для этой цели. Собственно, что-то у нас. Все, вот этот кусок терапласта, еще один, больше ничего. Дифференциалов. Запасной пиньон, стабилизаторы, споры, два спора разной величины, запасные клипсы, шайбы для сохранения корпуса, такая вот прослойка для батареи, чтобы его можно было перемещать зад-вперед. Инструменты. Очень-то стандартные для Lexus. Наклеи куча такие. Это для покраски для окон. Вот такие, с номерами, с разными брендами. Куча всякого добра. Нужно клеить, не переклеить. И еще наклейки траксовские. Значит, что я еще хотел показать. Это мы сейчас уберем. Хотел в многих видео показывать такого момента. Сейчас я сниму камеру и покажу, в общем-то, поближе ряд нюансов, которые, возможно, не везде можно увидеть. Так, ну, что я хотел показать сейчас. Это то, как выглядит модель. Вот. Прямо все равно. Вот здесь расстояние. И вообще, самый нижний ее край, да, находится ниже, чем центр колеса. Это важно потому, что, в общем-то, вся электроника, батарея, мотор находится, в общем-то, ниже линии ведущего вала, да, кардана. Вот он, синенький такой. И, в общем-то, кардан находится на уровне этих вот двух центров колеса. Следовательно, все то, что вы, да, пихаете внутрь, все находится ниже этого кардана, ниже центра колеса. Что и, в общем-то, позволяет этой версии быть гораздо точнее на треке. И так, теперь, в основном, этот корпус замечательный. Вот, говорят, много-много в каких обзорах нужно увидеть, что, говорят, ребята, корпус очень тонкий. Что под этим подразумевается? В общем-то, если вот так вот его взять, да, помацать, в общем-то, крыша и вот задняя часть ощущается, как будто он довольно прочий. Ну, а что касается вот этого вот, вот, если взять так, как вот объяснить, усилия, которые я предлагаю, минимальные. То есть, это, что ли, очень, скажем так, вот здесь очень мягкий корпус. Что же касается в целом, то вот здесь я предлагаю усилия серьезнее на крышу, и он не так, сейчас мы его уберем. Ну, что же касается самой модели. Опять же, останавливаться на многом не буду. Провода от сервы и от регулятора заходят в коробку приемника, в которой ничего нет. Приемник я буду ждать. Не знаю, сейчас сколько. Приемник, скорее всего, мне придется подождать. Вот, вроде бы, все, что касается этого мини-обзора. Так, пожалуй, получилось больше, чем мини. Вот, если будут какие-то вопросы, ну, давайте. Спасибо, что смотрели. Спасибо. Спасибо.